Департамент транспорта администрации Самары рассказал в своем телеграм-канале об оснащенности городского транспорта устройствами оповещения. 684 машины, это 96% всего состава, оборудованы звуковым автоинформатором. 270 машин или 38% состава информационной бегущей строкой. Трамвайные маршруты номер 23, 1 и 3 оборудованы внешними звуковыми устройствами оповещения. Завершился прием заявок для участия в конкурсе «Цветущий советский район-2022». Это значит, что пора выбирать победителя, сообщает телеграм-канал администрации советского района. Там же есть ссылка, где можно проголосовать за самый цветущий двор в рамках номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование продлится до 6 сентября, а 10 числа наградят победителей. Телеграм-канал администрации железнодорожного района дает советы, как правильно замораживать летом продукты. Сохранить качество поможет правильная упаковка. Мясо и птицу можно замораживать в оригинальной упаковке, но лучше в вакуумной. Чтобы не испортились овощи перед замораживанием, лучше их забланшировать. Процесс замораживания не влияет на запас питательных веществ в продуктах. После приготовления сырых продуктов, которые ранее были заморожены, можно безопасно повторно заморозить приготовленные из них полуфабрикаты. Дом культуры Победы приглашает жителей на музыкальную встречу. Концерт «Родные края» состоится 24 августа в 18 часов на площадке перед ДК по адресу Кирова 72А, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. Гости смогут оценить многообразие и живой колорит народной музыки и поэзии в исполнении ансамбля русской песни «Волжане. Вход свободный».